Во Владикавказе состоялось заседание проектного офиса под председательством главы республики Вячеслава Бетарова. Обсудили развитие туризма. В этом году Северную Осетию посетят более 30 блогеров. Запланировано еще несколько мероприятий, которые будут способствовать продвижению туристического потенциала республики. Одна из главных тем – борьба с бедностью. Тему продолжит Алина Хасаева. 41 социальный контракт заключат уже на следующей неделе в рамках программы «Борьба с бедностью». 35 человек получат поддержку в направлении предпринимательства, 6 – помощь с личным подсобным хозяйством. Заявки на участие еженедельно будет рассматривать межведомственная комиссия. Глава поручил усилить информационную кампанию проекта, чтобы как можно больше людей знали о том, какую поддержку можно получить от государства. За 2019 и 2020 год 194 предпринимателя получили поддержку через фонд микрофинансирования. Среди них большая часть – представители отрасли сельского хозяйства и производства. Финансовую помощь оказали и в сфере услуг, торговли, общественного питания и туризма. В 2019 году направили 92,7 миллиона рублей через фонд микрофинансирования. В 2020 году – 161,2. Дали и 28 миллионов в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Общая капитализация увеличилась до 445 миллионов рублей в нашем фонде. В поселке Верхнизгид появится туристическая деревня. На территории будет 10 домиков, детская площадка и общепит. В мае по плану домики должны начать устанавливать. Глава поручил администрации Алагерского района помочь с вопросом водоснабжения и очистных сооружений. Предстоит еще снести ветхие дома на территории. Местная администрация занимается и передачей земельного участка, чтобы компания могла приступить к работам. Надо было поручить, чтобы ускоряли данный процесс, если у него действительно домики придут в мае месяце, чтобы он мог законно их монтировать и работать. Давайте на контроль поставим, Ермой Борисович, на этот вопрос. Если какие-то проблемы будут возникать, Олег Георгиевич, вы и без совещания ставьте вопросы. Летом в Северной Осетии запланированы съемки популярного тревел-шоу «Орел и Решка». Съемки могут пройти во время фестиваля остинских пирогов. В этом году регион планирует посетить более 30 блогеров. Все это поможет продвигать туристический потенциал республики. Северная Осетия как туристический регион представлена и на платформах Google, Яндекс, SEO и Russia Travel. Благодаря этому республика может попасть в десятку привлекательных регионов России. Вячеслав Бетаров подчеркнул, что туризм – одно из главных направлений развития Северной Осетии. Возможности у нас есть. И здесь надо рассматривать разные сегменты развития туристической отрасли. Это и привлечение в республику любителей гор, скалолазания, горного туризма. По проекту развития скалолазания уже определили учреждения, где расположится отделение скалолазания. Подготовили и штатные единицы. В Министерстве спорта ждут аккредитации Федерации по скалолазанию. После этого можно будет приступить к работам. На базе Манежа планируют создать один большой скалодром. Алина Хасаева, Хетак Гопоев, Новости Осетии.